Доброе утро, Бокертов! Сегодня мы поговорим о словообразовании в иврите. Мы будем говорить о конкретной схеме. И я хочу объяснить вам, что существительные, прилагательные в иврите строятся по определенным схемам. И вот эта схема, если пользоваться ивритской терминологией, наверняка у многих это на слуху, называется мешкаль. То есть мешкаль это схема построения слова. Мы будем говорить сегодня о схеме с привязкой к односложным глаголам. Когда я говорю односложные глаголы, я не имею ввиду глаголы несложные. То есть они односложные не потому, что они несложные. А у них в настоящем времени и в прошедшем времени только один слог в базовой форме мужского рода. Например, глагол ТАСС. ТАСС летит в транспортном средстве, например, в самолете. ТАСС. Один слог только. ТАСС. Если вам не понятно, о каких глаголах идет речь, я рекомендую ознакомиться с видео 137, а также с видео 163, чтобы вам легче было усвоить этот материал. Данный урок предназначен для изучающих иврит на начальном уровне и не на нулевом. То есть, если вы еще на нулевом уровне, вам не будет понятно то, что я сейчас говорю. Вернитесь к этому материалу чуть позже. Каким образом выглядит условная схема, по которой мы будем сегодня строить существительное? Приставка MEM, которая будет звучать как MA. И дальше у нас идут три буквы корня. При этом вторая буква корня у нас ВАВ, которая будет читаться как О. Например, я беру слово ТАСС. ТАСС это глагол, который мы сказали уже переводится как ЛЕТИТ. Я добавляю приставку букву MEM, МА. И между первой и второй буквой корня, извините, между первой и последней буквой корня, я ставлю вставку, она же буквой корня, буква ВАВ, которая прочитается как О. И у меня получилось слово МАТОС. МАТОС. Если ТАСС летит, то МАТОС это самолет. И схема условно передает значение какого-то средства. Средство для, в данном случае, полета. Или, может быть, это будет место для полета. Примерно так. То есть, МАТОС, самолет. Место, в котором можно лететь. Или средство, при помощи которого можно лететь. Я хочу вас предупредить, что мы можем пробовать самостоятельно получать из глаголов существительное по схеме. Но не всегда это будут слова, которые используются на практике. И вообще, это может быть слова, которые не используются. Поэтому, если вы предполагаете, что какое-то слово существует в вибриде, нужно проверить по словарю, действительно ли оно есть и действительно ли оно используется. И для того, чтобы не было ошибок, мы будем с вами от обратного исходить. Мы будем брать существующее слово в вибриде, которое вписывается в данную схему. И сравнивать его с глаголом, который мы уже знаем, который известен. И попытаемся понять, как перевести существительное. На практике я покажу, будет понятней. Я беру слово, которое мы читаем, приставка «ма». И дальше три буквы корня у нас. При этом «вав» звучит как «о». Мы прочитаем это слово как «мануа». «Мануа». Как понять, что такое «мануа»? Подсказка. Глагол «на», «нун», «айн» переводится как «двигается», «движется». Этот глагол чаще встречается в вибриде высокого стиля, в обычной речи меньше встречается. «На», «двигается». Итак, «мануа» – это устройство для движения. Устройство, создающее движение. «Мануа» – это двигатель. Логично. «На» движется. «Мануа» – двигатель. Следующее слово. Приставку мы читаем как «ма», и дальше три буквы корня. При этом «вав» по схеме читается как «о». И мы прочитаем это слово «маво». «Маво» – однокоренной глагол «ба», мы переводим как «приходит», «прибывает». И «маво» – это некое устройство для прибытия. Это может быть въезд в какой-то город, вибриде высокого стиля, подъезд к городу. И «маво» – это вступление в книги. Перед началом основной информации идет какое-то вступление. И это будет на иврите «маво», то есть средство, устройство для того, чтобы войти, чтобы начать. Следующее слово мы прочитаем. Приставка «ма», и дальше «цади, вав, пэ», «вав» мы читаем как «о». Мы прочитаем «мацов», «мацов». Сравним с глаголом «цади, пэ», я скажу, что глагол «цав» переводится как «плавает», «плывет», «держится» на поверхности воды. «Мацов» – это что-то, что держится на поверхности воды. «Мацов» – поплавок или буйок, например. «Мацов» – буй. Следующее слово я уже вам не нужен, чтобы правильно прочитать. Приставка «ма», и дальше «ивав, о». Мы прочитаем это слово «маком». Слово «кам» – это «встает», и «маком» – это место, на котором можно встать, устройство, на котором можно встать. «Маком» мы переведем как «место». То есть для того, чтобы встать, нам нужно опереться. Нам нужно место какое-то. «Маком» – место. Следующее слово. «Маноах». «Маноах». И мы связываем его с глаголом «нах». Слово «нах» – «отдыхает». «Маноах» в иврите высокого стиля – это «отдых». Но я обозначил другим цветом это слово, потому что в современном языке слово «маноах» прежде всего переводится как «покойный». «Покойник» тоже связано с покоем, с отдыхом, с вечным покоем. Но мы будем проявлять осторожность, чтобы не перепутать. И слово «маноах» в значении «отдых» мы в обычной речи использовать не будем, а только в словосочетаниях в иврите высокого стиля, то есть в текстах. Идем дальше. Слово «малон» мы прочитаем «малон» образовано от глагола «лан». Глагол «лан» – это «проводит ночь», «ночует». «Малон» – это устройство для проведения ночи или места для ночлега. «Малон» – это «гостиница». В современном языке можно говорить «малон», но чаще «гостиница» будет названа «бэтмалон». То есть здесь словосочетание со словом «бэт». Есть причины этому, о которых я сейчас говорить не буду, это для среднего и продвинутого уровня. «Бэтмалон» – «гостиница» или просто «малон» тоже можно сказать. Следующее слово, которое мы берем «хаг» – «вращается». «Вращается», «вращается» как стрелка, например, «хаг». Или «вращается» как «кружит вертолет», например, «вращается», «кружит». Мы прочитаем однокоренное слово «махог». И «махог» – это будет стрелка, например, «стрелка часов». «Махог». Теперь у нас идут глаголы, которые в материале 163 глаголы такого типа описаны или о них рассказано. Я беру слово, которое мы прочитаем как «махон», «махон». И мы сравним его с глаголом «мэхин». «Мэхин». Подсказка глагол «мэхин» означает «готовит». Например, «гу мэхин салат». «Он готовит салат». «Готовит» в разных значениях, неважно что. Соответственно, «махон» – это место для подготовки или устройство для подготовки. «Махон» – это институт, место для подготовки специалистов. «Махон» – институт. Я беру следующее слово, и мы его прочитаем как «маром». «Маром» от глагола «мэрим». Подсказка глагол «мэрим» означает «поднимает». «Мэрим». Ну, например, «спола» поднимает какую-то вещь. «Мэрим» – отрывает от поверхности. «Мэрим» – поднимает. И «маром» – это «высь». «Высь» – небо, где-то там высоко. Так переводится это слово. Может быть, здесь сложно понять логику иврита, и сложно, может быть, привязать сейчас строгую схему к этому слову в плане значения. То есть не всегда это сработает, теория, не на 100%. Но мы понимаем, что слово «маром» – оно в любом случае будет связано с поднятием. С поднятием вверх, с отрывом от земли. «Маром» – «высь». Следующее слово. И как вы его прочитаете? «Мэрим» – «зайн» – «вав» «нун». Правильно. «Мазон». «Мазон». Сравниваем с однокоренным глаголом «мезин». «Мезин» – это «питает». Ну, например, устройство питания, как электрическое устройство. Или «мезин» можно перевести как «питательный», «насыщает». И «мазон» – это «пища». «Мазон» – «пища». Пользуясь вот такой системой сравнения существительных их глаголов, легче учить иврит. Мы таким образом расширяем словарный запас. При этом у меня нет желания навязать вам кучу новых слов. Главное здесь – запомнить, попытаться запомнить одно из слов. То есть, если вы знаете корень, то в перспективе это поможет вам понять, в кавычках «вычислить» еще много-много других слов, с которыми мы даже первый раз столкнулись. Я надеюсь, что это было несложно и интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки или дизлайки, если вам не понравилось. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.